Прямо сейчас я нахожусь в самых больших катакомбах на нашей планете И это карта этих туннелей Одесские катакомбы, самая большая тоннельная система в мире Длина всех коридоров около двух с половиной тысяч километров Что на тысячу больше известных парижских катакомб Ежегодно здесь теряются люди Спасатели тратят несколько дней на поиски, а многие остаются здесь навсегда Категорически запрещено отправляться в лабиринт в одиночку Без опытного гида, ведь шанс потеряться в постоянных поворотах практически 100% И здесь Гитлиадид вместе с моим другом Максом уходят в другую сторону катакомб Оставляя меня одного Моя задача по памяти этой карты дойти до точки, где они будут меня ждать Без связи, без еды, без воды и без карты Я остаюсь без карты, в полном одиночке, смогу ли выбраться с тоннелей длиной в две с половиной тысячи километров Господи! Господи! А сердечко-то начало биться, друзья И у нас год пропадает в 5-7 человек в среднем Сука, чисто сильный вес Это очень сложно, чуваки, очень много заворотов Я не помню Хух! Ха-ха! Let's go! Ladies and gentlemen, ну что? Ленинка, какая глубина под землей? Сейчас идем 25 метров вниз 25 метров вниз? Да Это практически самые глубокие катакомбы Температура под землей составляет около 14 градусов Глубина катакомб в некоторых местах достигает 100 метров Одесские катакомбы являются одними из самых неисследованных в мире Что делает их самыми опасными Ежегодно там без вести пропадают несколько человек Хотя исследовать эти подземные лабиринты начали еще в далеком 1928 году Самые большие катакомбы в мире Длина более двух с половиной тысяч километров Очень ненаслышанно приезжало огромное количество блогеров В том числе американских Ставили очень много экспериментов И результаты шокировали Хочется проникнуть в интересные места этого места И самое главное это ответить на вопрос Возможно ли выбраться с самых больших тоннелей в мире В одиночку без какой-либо карты Друзья, игра начинается Я в одиночку в самых больших и длинных катакомбах на нашей планете Первое, что мы делаем, это спускаемся ко входу в музей После которого пойдут дикие катакомбы Так Здорово Не испугался хорошенечко Но это музей, да, здесь так все и должно выглядеть, в принципе Безумсиленно интересно, насколько возможно в данном сооружении, в данных катакомбах Не потеряться одному Или что вообще скажете касательно людей, которые здесь теряются Которые идут без гида, это запрещено, правильно? Это не просто запрещено, это здравый смысл Лучше не спускаться, если не знаешь хотя бы как примерно здесь надо себя вести В катакомбах Одессы нашли тело В одесских катакомбах нашли скелет человека Нашли мертвого мужчину Под одесских катакомбах нашли труп Число статей о пропавших людях в интернете исчисляется десятками Государство много раз безуспешно пыталось запретить спуск в подземелье Полностью лабирит не исследован до сих пор Люди теряются регулярно Последний раз это были подростки в январе этого года Классическая история для нас То есть за городом есть большое количество ходов в шахты Можно спокойно заходить Поэтому заходят в шахту из интереса Интерес уже идут дальше, дальше, дальше И потом в один момент холод, все Забыли как идти обратно Разворачиваешься, туннель точно такой же Сюда точно такой же, какая наша дорога Метки не проставляли и все Когда мы заканчиваем первое убежище, вот это, здесь оно закрывалось Окей Сразу же за ним идет следующее Пройдя еще 3 минуты по прямому маршруту убежища Наконец-то появляется вход в катакомбу Смотрите, смотрите, на стене можно найти старый дедовской способ Ходить по шахте Расставляя веревочку Это не сильно работает, но так в основном делали подростки Ну вот вы смотрите, видите грудок у меня Вот потенциально такой булыжник может упасть на голову Корж может быть таким небольшим Ну килограмм 20 Может быть килограмм 200 В зависимости от удачи То есть надо обращать внимание на трещину Я читал про Гидр, на котором он упал в 2019 году Было, было дело Под Одессой в катакобах спили Олок едва не погиб во время обвала Пострадавшему пришлось полдня откапываться из-за завала Владупал цитопленный ход на первом ярусе А сверху на него упал огромный кусок стены Открытый перелом голени Нога оказалась зажатой под скалой Владолго откапывал яму под скалой Чтобы вытащить ногу А потом под адреналином смог вынести на второй ярус И отползти какое-то расстояние Прежде чем его нашли Если вовремя не оказать помощь То принце развивается краш-синдром Который приводит к тому, что эту ногу надо ампутировать Один Это классика наших катакл Три Четыре Куда не пойдешь, обязательно будет куда-то в ход Следующие 20 минут мы идем по сложному маршруту Практически не вставая в полный рост И дальше направляемся в старую заброшенную шахту Там и бомбоубернище заброшенное И сама шахта тоже нехоженная практически Ох, сколько здесь Господи, господи Let's go Это хорошо Это хорошо, я не ожидал Макс, скажи честно Вот сейчас мы прошли сколько Ты помнишь хоть что-то? Не, я помню свой пульс, который был Это еще не лабиринт Здесь пока легко Вы хотите сказать, что здесь не живут никакие наркоманы То есть никакие плохие люди здесь не могут обитать? Конечно могут Могут? И более того, обитали Обитали, то есть какой шанс вас встретить дальше? Сейчас, ну, шанс есть всегда В одесских катакомбах жорстоко вбили молодую девчину Загибли было 17 лет Усатило неповнолетний нападник порубав сокера Жуткая находка в центре Одессы В штольне под бульваром Жванецкого Нашли труп человека Умерший пролежал в катакомбах на не один месяц Диггеры, которые наткнулись на кости Вызвали полицию Поругались Я выпивший И накопилась эта злость Завел я в катакомб Я его хотел не испугать Меня срывало Дел покор и... Макс, успеваем Темп, темп, темп Ай-яй-яй-яй Ай Головой ударился А-а-а Так, открывается дверь Еще одна А зачем две? На всякий случай Для сильно упорных Это как будто бы новая фаса Я называю ее так Новая глава Воу-воу-воу-воу-воу Это чистый фильм Заброшенная генераторная Так Куда мы лезем? Пошли, мувы Ух ты, куда мы лезем? Мы собрались сегодня Туда? Серьезно? Конечно Что делать? А, то есть вот так вот А, то есть вот так вот На, куда мы лезем Блядь Оуу, летс гоу Ох Ох Добро пожаловать В самые большие катакобы в мире, детка Уху Как все Мы практически не стоим в полный рост Мы идем к нашим точкам К интересным местам К интересному лабиринту Где сегодня я проведу эксперимент Смогу ли я в одиночку Без карты выбраться с лабиринтов По памяти Самых длинных катакомбс в мире Спустя еще 15 минут По сложному маршруту Мы доходим до точки С которой начинаются сложные лабиринты Оу, здесь вообще Ну это как образец Это просто как образец, Леонид Лево Сюда Право Туда И там еще Как я прекрасно понимаю О, господи У нас классическая история У нас бывало и гиды терялись Вместе с людьми, когда заходили Когда такое было, касается Давно, очень давно было Но такие вы неопытные, правильно, или? Нет, наоборот, опытные А в чем причина? А потому что, когда идешь по шахте Все кажется Через пару часов Все одинаково Но вы не терялись? Внимание рассеивается Вы не терялись? Я просто очень аккуратно хожу Я такой неподрывной человек В катакомбах под бульваром Жванецкого в Одессе Нашли скелет мужчины Пропавшего 6 лет назад Скелет обнаружил местный исследователь катакомб И сообщил об этом соответствующие органы Рядом с тела нашли рюкзак и бульбулятор Читатели сообщества Предлагают, что это тело мужчины Который исчез 6 лет назад Какие эмоции спытаешь, когда такое? То есть паника? У вас была какая-то паника? Или лично у вас в таких местах? Ну, сначала так Начинается все с малого Ты вот ходишь Неожиданно понимаешь, что так Ну, такая интуиция подсказывает Что стремно как-то уже становится Что-то не то Потом начинаешь Ну, так обычно Осматриваешься по сторонам Пытаешься понять, да Ну, что происходит И когда уже понимаешь, что потерялся Вот тогда берет такой Ну, ощущение такое Внутри сжимается Просто вот так вот сжимаешься Потому что понимаешь, что все То есть сейчас будет экстренная ситуация Надо что-то придумать И главное в этот момент Как-то найти все силы И не паниковать Потому что если запаниковал Ну, все То есть побежал в этот туннель Наверное сюда В этот туннель Все это ускоряется И все И тогда ошибка за ошибкой У каждого гида есть история Когда он вот так вот случайно заблудился Сидел у себя сам И потом так вот Обычно это так Надо где-то вот как здесь Хорошее место такое Сел Просто посидеть Немножко собраться с собой Шаг за шагом Вспоминаешь повороты Вспоминаешь приблизительно Что помнишь Начинаешь новый свой маршрут Прокладывать Ставить метку Что здесь я был Что тут я не был Ну, и вот так вот постепенно выходить Но главное это собраться Потому что если Вот это напряжение Не убрать То Ну, печально будет Следующие 10 минут Мы направляемся К сложному лабиринту Для того, чтобы ответить На главный вопрос Этого видео Это самый эксперимент По которому я говорил Я остаюсь один В сложнейшем лабиринте Который для меня подготовил Леонид Говорите, где Так, окей Ну, здесь Да А мы будем ждать вот тут Ну, то есть Немножко сейчас получается Прямо Затем влево Прямо влево Круг Еще около 3-4 минут Я пытался запомнить Свой маршрут Он состоит из Большого количества Тупиков, развилок И колец Большое количество поворотов Где очень легко заблудиться Карту же вы увидите После окончания Этого эксперимента Где-то на минут 40-50 Сколько? Ну, да Ну, в зависимости как идти Еще раз Карта, мне нужно Запомнить Очень сложно Я сейчас Иду Я сейчас иду Окей, окей, окей Я сейчас иду Если я случайно Сверну в другую секцию Катакомпе Далеко уйду От нашей точки Поиски меня намного Усложняться Так как Леонид Будет искать меня В этой области Условия эксперимента Без карты Без еды Без воды И без связи Я должен найти своих друзей В самых длинных Тоннелях мира Но перед этим Я бы хотел с вами поговорить О криптовалюте Которая в 2020 В 2006 году Привлекает абсолютно Каждого Но далеко не каждый Знает где и как С ней работать Если у вас есть крипта Или вы хотите ее купить Как я это делаю я Пишите ребятам С Icon Finance Icon Finance Проверенные ребята Которые на рынке Уже 8 лет Покупка и обмен Крипты Доставка наличных Курьеров Их офисы в Варшаве И Стамбуле Они работают Практически в любой Точке на нашей земле Так что Если вам нужно Обменять или купить Крипту Пишите им И скажите Что вы от мухи Они сделают вам Лучший курс На рынке Контакт Оставляю в описании Под этим видео У них там в телеге Также конкурс На 100 USDT Ссылка в описании Залетайте Ну а после того Как ты вывел Свои деньги из крипты И думаешь Как улучшить Свой имидж Выглядеть максимально Стильно Напоминаю тебе Об украинском магазине Кроссовок Snake Shoes Которые постоянно Обновляют свой сайт Свежими стильными новинками И всегда радуют Своих новых клиентов А также поддержат Мой контент Сейчас в моих руках Пара кроссовок Рик Овис От этого магазина Доступная цена Качество И быстрая доставка Я сделал большое количество Чаанжей с моими подписчиками На многие модели кроссовок От этого бренда Который всегда заботится О своих клиентах Брав салют Готовьте новые кроссовки Подарить Если сможешь вместе с ними Убежать от следующего прохожего В течении минуты Чего хлопцы Звучи Егоры Заразвен ложить Свою обыдву Руки на новые кроссовки Я сбросил новые кроссовки С 80 метров Своему другу Готов вам подарить новые кроссовки Если поедете со мной на поле Забьете мне голос пенальти Ссылку на сайт Снэкшуз Вы также найдете в описании Под этим видео Озвучил все Чтобы не отвлекаться От главного эксперимента Сегодняшнего ролика Смогу ли я в одиночку Найти выход С самых больших лабиринтов На нашей планете Фух Так, ну что, ладно Ребята уходят прямо сейчас Пока, Макс Пока, Макс Друзья, игра начинается Я в одиночку В самых больших И длинных катакомбах На нашей планете Без карты Я ее запомнил только что Смогу ли я найти Выход С них Мы начинаем Максик, шо ты там? Плаки-плаки Пройдя 100 метров По прямой Я впервые сталкиваюсь С развилкой Ага, уже первая развилка У нас идет Там налево Нужно и по кругу Там нужно налево И по кругу Блин, больше сейчас налево Пойду и пузнят Куда зайду Чего-то, страшно Именно так Ведь зайдя в другую секцию Лабиринта Я могу даже не понять Что я вышел За пределы нашей зоны И пойти дальше А затем еще дальше И Леонид будет не в курсе Этого для того Чтобы отыскать меня Да, круг Отлично Отлично, да Боже, как я мечтал их встретить Пожалуйста Окей, круг Все правильно сделал А у нас Обычный Ну, у нас легкий путь Или тоже там У нас легкий Оставим его штатив Чтобы Оставляем реально Ну, чего нет Это, конечно Эксперимент, друзья Страшный Так, направо вроде Или прям Я помню Как я шел Как я следил Зачем за этим всем Когда Ты проходишь полукруг Затем Ты должен В первой Этой повернуть Направо И затем Налево Ошибаться Боже Стараюсь Чуваки Настолько всегда Что ты можешь Просто забывать Направо И теперь Налево Да Направо И теперь Налево Блядь Какой пиздец Там пролаз Окей Сейчас прямо По-любому Как будто бы Надо Или нет Окей Я один Дорогой Говорил Я забрала В этом батоне Чё, блядь Чё, вернёмся Вот Какое дело Опа Сука Чисто Сильный Нудесов Я вон Воин Я кипит, да? Я правильно Понимаю Полтипик Дальше Наверное, сюда не полез Сука Иностранцы, когда сюда приезжают У них первый вопрос Типа Это правда история про Машеньку? Ага, что это Машенька? Значит, там была такая история Выложена в англоязычном Не помню Это ещё в живом журнале Было Или где-то там Короче, блог Блог, да? Блог, между прочим Наш чувак Одесский Евгений Лата Это туда выложил И он, значит Рассказал историю Про группу Которая сюда заходила На Новый год Вот И они здесь Оставили Одну из своих девчонок Маш Вот Она здесь По шахте ходила И умерла И он Какие доказательства Выложил фотку Где они стоят Возле чего-то Такого напоминающего Разложившейся тут Вот Если ей повезло То она быстро умерла От холода Если было слишком тепло Чтобы замножить Она прилагала усилия Пытаясь выжить Обезвоживание Стало бы невыносимым Через всего лишь Два дня Прежде чем Симптомы Стали бы истощать ее Она была бы в бреду У нее бы начались конвульсии Она бы необратимо Впала в кому Примерно на третий день Хотя она все равно Бы не заметила Как проходят дни Она бы не продержалась Больше недели За время Что она была в катакомбах Ее друзья Они пытались Вытащить ее тело наружу Он написал Латан Сказывая предположение Что они Испугались Он не мог мне Такую задачу Но это нереально Кроватка? А подождите Это ему сюда Да? Откуда он выйдет? По идее Отсюда должен выйти? Да Блядь Это очень сложный маршрут Не, это очень сложно Чуваки Очень много заворотов Сейчас ворот направо Налево Не очень трудно Очень Я не помню Там, да Может камень на голову В принципе свалится Я вот там? Да, туда дальше Откуда должен Максик прийти Максик, там говорят Камни падают С небес на землю Аккуратней Хорошо Давай, брат Танкай Прямо по нему Я не помню Это ничего Ты бы его напала Сейчас, правильно? Да Ладно Так, где я вышел? Откуда я вышел? Блядь Вот здесь Правильно А сердечко-то Начало биться, друзья Вообще здесь был? Моя задача найти парней В другом конце лабиринта Переросла в задачу Вернуться обратно К месту Где мы начали эксперимент Ведь если я продолжу Искать выход Вполне реально Что я перейду В другую секцию Далее в другой лабиринт И могу остаться там Надолго Карта тоннелей Визуально выглядит Абсолютно иначе Нежели реальное Нахождение там В одиночку В перемешку С волнением Которое далее Только усилилось Как будто сюда Может и нет Тупик Ага Тут тупик Ну есть про вас Как бы Но он бы туда Мне не сказал бы Есть Мне просто официально Сейчас куда-то забейду Куда-нибудь Куда-нибудь Наверное Постараюсь сейчас Звернуться К тому месту Там где снимала Камера Потому что Я не могу найти Это очень сложно Да, ну ждем Я их не найду Нафиг Что такое было? На фотографии Машу Невозможно Идентифицировать Никак Кроме того Что она человек Она лежит на левом боку Ноги согнуты Как будто она спит В то время Как верхняя часть Ее разлагающего тела Вообще потеряла форму И начала становиться Неотличимой От желтого Известникового Пола пещеры Я всерьез умоляю вас Не пытаться ходить Под землей Одессы в одиночку Это может быть Очень опасно О май гад Я даже не могу Обратно вернуться Прикиньте Это пиздец Я по кругу Походу Хожу Чуваки Вот так Я точно не выходил Отлично Я по кругу Хожу Господа Это официально Пизда На панику Славил 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 Я чувствую Чувствую Чисто Чисто Славил На новое Развлекание Я просто не помню Я просто опять Сука Не помню Спустя 45 минут Спустя 45 минут времени В одиночку Будучи в сложном Кольцевом лабиринте От детских катакомб Я окончательно понял Что заблудился И не смогу дойти До своих друзей Я заблудился Самый длинный катакомб Мох в мире Охотен Мох Мох Мало было шансов Что он так вернулся Там где ползцы Там стрёмно Потому что там тоже Развилки И так хорошо Что думаешь Как будто туда сунуться Лучше или сюда Или вообще Лучше не суваться Все что не оставалось Ждать гида И сколько это займет Времени Было неизвестно Мой маршрут Визуально казался Не такой уж сложной задачей Около 8-9 поворотов С кольцевыми движениями И пролазами Но будучи внутри лабиринта В полном одиночестве С волнением И неопытностью Задача оказалась Безумно сложной Хотя я был На правильном пути Кто не спрятался Мы идем искать Уже очень много времени прошло Я просто уверен Он туда не завернул И он пошел просто куда-то Либо сейчас ползет Хрен пойми Куда думаешь Это правильно Я сюда не выйду без них Что вы понимали просто Я не выйду один отсюда Если они сейчас со мной не придут Я сюда не вернусь Я вообще не выйду никогда Время пребывания В катакомбах 5 часов Время в полном одиночестве 1 час 15 15 минут Расстояние от выхода в город Около 5 километров Я не смог выйти Даже с одной секции Лабиринтов Из сотен Шанс вернуться в одиночку На поверхность города Без помощи гида Невозможен Если сейчас штатива не будет Штатив есть Но сюда он не думал Что вернулся Кстати запах чувствуешь Как он менялся За то что сгорает кислород Да Здесь вот чувствуется Вот тут на проходе Да Да Так Это Мы не тут разошли Угу Сейчас прислушаемся Давай последовательно пойдем Так как возможно он шел За ней Да Так тут мы разошлись Угу И он пошел Тихо 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 тих были постановочные. Да, кольца это очень тяжело. Очень тяжело. Кольца вверх не стрёмно. Фух, нет устой, друзья. Это было, вы видели мое лицо на протяжении всего времени. Это было действительно страшно. Также на протяжении всего времени мы не зафиксировали абсолютно ничего мистического. А на камере, которая записывала комнату 2 часа, также ничего нет. Никаких звуков практически не было зафиксировано. То, что мы слышали. Оказавшись в одесских катакомбах в одиночку без карты, далеко от входа ты заблудишься и никак не сможешь выйти самостоятельно. Одесские катакомбы. С вами был Муха, Муха Продакшн. И сегодня мы провели по-настоящему интересный эксперимент. И остался один в самых длинных тоннелях на нашей планете. Подпишись, поставь лайк, позвольте видео с другом. Увидимся совсем скоро. Всем пока.